Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Закончился мой отпуск. Я путешествовал в Европе достаточно долго, две недели. Вы наблюдали, что я сделал. Я захеджировал свои активы и, честно говоря, с ними ничего не случилось. И не должно было случиться, потому что эти активы... там ничего интересного не должно было быть. И вот сейчас я вернулся и уже соскучился, честно говоря, по бирже, по торговле. И сегодня буквально я начал уже колбасить по полной. С плечами, со всеми делами. Какие события интересные произошли на сегодняшний день? Ну, во-первых, Распадская объявила, наконец-то, о выплате дивидендов. Эти дивиденды оказались абсолютно мизерные – 2,5 рубля за акцию. Конечно, это не то, что ожидалось, поэтому акции ожидаемо упали, но при этом отчет по Распадской был, в принципе, неплохой. У них прибыль там повысилась и так далее, то есть деньги-то никуда не денутся, и компания фундаментально должна подорожать, поэтому я ее приобрел с плечом немножечко, но немного, значит, рано, наверное, я не знаю. Короче говоря, она скакнула вниз, я потерял, но несколько операций скальпинговых, и я не просто вернул свои деньги, но и хорошо заработал на этом деле, потому что она все-таки выросла. Вот. И там плечо было хорошее, на 200 тысяч рублей я сегодня отработал, с гордостью могу сказать, 9 тысяч рублей. Ну, много-мало это, немного, конечно. Вот. Еще одно интересное событие, которое произошло буквально сегодня – это взлет, конечно же, акции «Сургутнефтегаза». Вот. Ну, в частности, привилегированные, я как посмотрел, они пробили барьер, и вот в момент я их купил. Купил я их практически без плеча, там, сказать, ну, просто увеличил свой портфель, и они выросли после этого еще на 9%. Очень даже неплохой, я даже не знаю, продавать их или нет, я не знаю. Но тем, кто говорил, что «Сургутнефтегаза» – это плохая компания и так далее, ну, вот они стрельнули. Так бывает. 18% за день. Что… Да, почему они стрельнули? Причина, говорят, нет причины никакой вроде бы. Да есть причина, на самом деле. Дело в том, что у «Сургутнефтегаза» была огромная-огромная подушка, то есть они просто получали прибыль и складывали ее в виде долларов. Так вот, сейчас они создали дочернюю компанию, которая будет распределять эти средства не только в доллары, но и в какие-то другие активы. То есть, соответственно, там более эффективно, я думаю, потому что, ну, доллар падает, и, соответственно, если доллар падает к рублю, то и «Сургутнефтегаза» падали к рублю. Вот. Сейчас этого не будет, поэтому вот такое оживление, такой оптимизм по «Сургутнефтегазу» акциям. И на этом я тоже заработал, поэтому вот сегодня у меня очень-очень удачный день. И еще один момент, который вот я здесь сделал в открытии, это я пополнил счет. Вот. Я это делаю регулярно, я стараюсь это делать каждый месяц по максимуму. Ну, все консультанты финансовые, они говорят, что пополнять надо ежемесячно и в размере 10% от ваших доходов. Ну, посмотрите на меня, сколько мне лет. Вот. А я это все проворонил. Поэтому мне приходится намного-намного больше пополнять, поэтому я пополняю обычно на 30-50 тысяч каждый месяц. И вот только что я положил на счет, перевел там 500 долларов, это больше 30 тысяч рублей. Завтра они появятся на счете. Я это делаю постоянно, каждый месяц 30-50 тысяч. И поэтому тоже счет должен расти и увеличиваться. Вот. Ну, на сегодня все. Будет много интересного еще, потому что, ну, здесь я взял какую-то информацию дополнительную. Оставайтесь на моем канале, сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.